Утана со стажем знает пупок всех кандидатов в Верховный Рад. А в темноте может определить любого депутата по одышке. На самом деле, немногие знают, но женщины легкого поведения используют в ролевых играх профессии, на которые они не поступили. Смотрим. Алло. Алло, Серега, привет. Представляешь, у меня жена на неделю уехала в отпуск. Да я не хвастаюсь, я за помощью звоню. Ну, помнишь, ты мне рассказывал, что когда у тебя Маруська уезжала на неделю в отпуск, ты вызывал себе девушку. Как не помнишь? Ты же мне вчера только рассказывал. Серега, не тупи. Мне нужна баба. Нет, не ромовая. Мне нужна девушка древнейшей профессии. Нет, не учительница. Нет, не журналистка. Серега, какая асфальтоукладчица? Ты что, там кроссворды, что ли, разгадываешь? Серега, не тупи. Трубку бросил. Тоже мне друг называется. Перезванивает. Алло, ты что тупишь, Серега? А, ты сразу все понял? Просто жена была рядом? Красавец, вот это шифр. Серега, слушай, сбрось, пожалуйста, ссылку на сайт. Ну, с этими девушками. Ага, спасибо. Вот это друг. О, есть. Так. Сайт. Штучки-дрючки. Штучки. Ой. Ой. Так. О. О. Сколько стоит? Блин. Есть раздел эконом? Штучки. О. Ёлки-палки. Тоже дорого. Может, есть эконом плюс? Блин, Фика. Вот ты знаешь, прям, когда позвонить. Алло. Привет, любимая. Да-да-да-да-да. Все хорошо, прекрасно. Дома. Спать собираюсь ложиться. Почему в два часа дня? Приболел. Не надо возвращаться, Вика. Не надо никакой скорой. Я тебя умоляю, пожалуйста. Нет, да все хорошо. Ну, чуть-чуть так приболел. Ну, да. Не надо скорой. Я тебе еще... Запахи чувствую. Вика, я не буду нюхать освежитель воздуха. Хорошо. Лавандовый. Вика, я понюхала, не прочитал. Клянусь. Нет, Вика. Лоток барсика я нюхать не буду. Да не надо никакой скорой. Я тебя умоляю, Вика. Спокойно отдыхайте. Через недельку вернетесь. И все будет хорошо. Да, люблю. Умеет же настроить. Продолжим. Ха-ха-ха. Так. Ваши предпочтения. Так. Только не рыжую, чтобы как Вика. Грудь и попа побольше, чтобы точно не как у Вики. Ох ты, костюм можно выбрать. Так, давай, 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 давай. Училка. Угу. Стюардесса. Угу. Медсестра. Хватит. В смысле предоплату? Так. Где-то у меня Викина карточка была. Двадцать пять, тридцать семь, четырнадцать, двадцать четыре. Все. Ждем. Да, девушка, не переживайте вы так. Я уже под вашей дверью. Сейчас вылечим вашего мужа. Ох, ничего себе. О-о-о, оперативненько. Так, 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 так. Таблеточку. Как Серега говорил. Так, ой, ты, не дай бог, она как бы там и увидит. Телефон. Викуся, прости, телефон сел. Музыку поэротичнее. О-о-о! 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 Так, ну, позу, позу посексуальней. Вот, и не... А, нет, неправильно, твой мёд. Как это, вот, вот, вот так вот. Аполлон. Входите там открыто. Чё, так долго? Я думала, случилось чё. Фу. Чё у вас так лавандой воняет? Вы что, моль травите? Господи, что это за музыка такая нудная? Выключите ради бога. Ау. Ну, как говорится, и вам добрый день. Вы прям так оперативно. Ну, сказали экстренный вызов. Где больной? Я здесь, перед вами. Вот люди, а. Я думала, он тут в приступе валяется. На полу. А он живее всех живых. Вообще-то, вы знаете, я вас себе немного по-другому представлял. Это как? Ну, чуть поменьше, чуть посексуальнее, халатик чуть покороче, чуть почище. Знаете что, скажите спасибо, что к вам хоть кто-то приехал. Все бригады на вызовах. Че, прям все? Все. Волонтерами добираем. Я сама только с вызова. У меня мужик руку сломал. Интересно. А как это он руку сломал? А вот так. Совал туда, куда не следует. Клянусь, буду аккуратнее. Вам вообще повезло. К некоторым мы так и не попадаем. Да? И что же они тогда делают? Ну, кто сам себе поможет? У кого само рассосется. А остальные к нам завтра приползут. А там Виктор Борисович. А он сюсюкаться не будет. Красивый такой мужик. Здоровый. Прям, прям Виктор Борисович? А он, простите, и женщин, и мужиков обслуживает? Ну, его на всех хватает. На клиентов и на нас. Вас, если что-то не устраивает, я вас смогу завтра к нему записать. Нет, 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 ну что вы. Меня все устраивает. Ну, что, как говорится, давайте начинать. Давайте начинать, времени мало. Ага. Показывайте. А, простите, что показывать? Причину беспокойства чего вызвал? Ну, прям вот так, прям вот так вот и показывать? Я как-то, ну, немного стесняюсь. Может, вы для начала покажете? Мужик, я сюда не для Игор приехала. У меня до тебя 12 вызовов было. После тебя 7. Потом еще к деду 70-летнему ехать. Сделала на свою голову халтуру. Вы пенсионеров обслуживаете? В основном их и обслуживаем. Фирма у нас такая. Ага. Че так смотришь? А, ой, простите, я без бахил. Без бахил? А, в смысле, без средств защиты? Понимаете, за целый день стерлись до дыр. А, разве можно без бахил? Со мной там ничего не случится? Ой, ну че с тобой случится, а? Ну, тряпкой потом протрешь после меня и все. Протру. Конечно же. А если честно, мне без бахил тоже больше нравится. Ага. С бахилами ощущения не те. муж звонит алё работаю перезвоню я прошу прощения вы вы еще и замужем ну да это конечно не мое дело но а как муж относится к этой вашей профессии ну конечно не нравится что я пошу как ломовая лошадь но это же работа это же деньги платят он у меня водитель возит нас подождите в смысле к как возит вас то есть вы сейчас ко мне поднялись а он там внизу стоит стоит и ждет меня все верно давайте отменим я что-то передумал что значит отменим а тебе сейчас хреново станет что я потом ментам скажу а вы под ментами ходите а под кем мы только не ходим давай я у тебя анализ возьму прошу прощения какой анализ кулачком поработай там знаете я вас сюда вызвал не для того чтобы кулачком работать кулачком я знаете ли и без вас мог бы хорошо я чем плохо совсем а что с тобой печет чешет колется что печется колется хочется понятно мужик давайте я послушаю ну хотите начать с прелюдии хорошо слушайте значит я одинокий мужчина которого бросила жена и ему не хватает элементарной женской лаз точно больной таблетки принимал какие-то да одну принял мне серёга сказал перед вашим приходом я вот принял так хорошо после таблетки хуже или лучше стало я пока не понял я как-то ну разнервничался и вы влетели прям как вихри может познакомимся для начала старшая медсестра юля сергеевна халявка халявка вы цены на сайте видели не такая уж знаете вы халявка могу паспорт показать да нет не надо я на самом деле верю просто я думал что ко мне приедет какая-нибудь снежана или анжела тут так официально юля сергеевна температуру мерил мерил и есть вот прям чувствую я прям вот сейчас вот прям вот весь горю прям сейчас перемирием о игрушечки подождите это же обычный градусник у меня есть ректальный хочешь не надо я натурал здрасте это ваш муж это мой муж чё там юльчик ты это долго тут а то у нас там срочный вызов короче один мужик на другого упал так на и все я боюсь он его там раздавит 120 килограмм все-таки ё-моё так пусть потерпит ага главное чтоб сами ничего не делали понятно ты же мне поможешь если что конечно помогу так я тебе и с этим могу помочь сейчас его раз и отшприцую что там не надо меня шприцевать ну и по классике ну если если вы не против конечно не конечно я за иди в машине подожди тут пять минут сейчас исправлюсь с ним слушай я наверно все-таки съезжу туда попробую их попереворачивать ну чтобы они не слиплись там давай осторожней там что ж продолжим продолжим по классике говоришь да классики значит поворачиваемся задом снимаем штаны но насколько я знаю по классике это наоборот вы должны повернуться и так сказать снять простите но я пока не готов к экспериментам что значит не готов я зачем сюда приехала давайте свет выключим а как я потом попаду куда куда и всем сад блин я в анкете галочку не там поставил клянусь мужик что ты там бошкаешься я говорю раздевайся ложись а вдруг не не понравится что значит не понравится я на это 7 лет училась закончила с красным дипломом 5 лет практике ему не понравится знаете я думал что по вашей профессии работают наоборот те кто не поступил тут еще и с красным дипломом у так уже по твоему мнению любая баба сиськами может надеть белый халат и ездить к таким придурком как ты да ну да нет ложись давай я сказала хотите начать массажа давай массаж ты шо ну не хотите вы мне давайте я вам женщинам такое нравится расслабьтесь мужики слишком напряжена убери руки ради бога ну не хотите массаж давайте стриптиз давайте 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 но не хотите вы мне давайте давайте я вам а ты мне начинаешь нравиться молодец молодец красиво а давай снимаем штаны давай давай молодец что это было успокоительное сейчас тебе легче станет мне кажется у меня спину свело а что ты хотел бесплатная медицина требует жертв таки таки здрасте ой а кто у нас тут такой хорошенький щекастик а а ой прям ураган прям сразу двоих вызвал или вы мама сестра родная двоюродная медицинская а я поняла то есть это вы уже из него и так сказать все соки высосали да я тебе больше скажу он еще целый час языком шевелить не сможет я конечно прошу прощения но простите вы из какой конкурирующей фирмы муниципальное медицинское учреждение номер 7 а вы так понимаю из частной фирмы добро будет борис так и драки компании они не слышала я смотрю вы без инструмента смысле без инструмента и орудия труда на себе нашу всегда понятно значит жене и вы можете не звонить я сейчас есть сообщение отправлю смысле жене начал в курсе ну да это она меня сюда и вызвала больше какая современная европейская семья подойдите поближе пожалуйста сейчас фотографию сделаю мысли зачем ну чтоб жена не волновалась чтоб видела что ее муж в надежных руках все хорошего вам денечка не болейте ааааааааа ну что щекасненькие начнем не надо ааааа голова с той стороны не надо я прошу я жену люблю пожалуйста не надо При доплату оплатил, час любви ты получил, иди сюда! Не надо, я прошу, не надо! 3 и 4 грудня ждем всех в Палаце Украины на зимовых концертах Дизель Шоу. Ого! 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 С нами! Вы точно поверите в новоречное диво!